Добрый вечер! Акцент на конкретные направления взаимодействия между Калининградской и Брестской областями. Руководители регионов Николай Цуканов и Анатолий Лис подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах на ближайшие три года. Уровень оказания медицинской помощи в лечебных учреждениях города над Бугом и Брестского района на текущей неделе оказался в центре внимания участников выездного заседания 13-й сессии областного совета депутатов 27-го созыва. Согласно статье 29 ЖК, человек, проживающий в неприватизированном государственном помещении, является всего лишь его нанимателем и помимо ежемесячной квартплаты обязан платить государству за пользование жильем. 1 июля в Беларуси завершится процедура приватизации. В солнечную Турцию самолетом из Бреста сезон авиаперелетов открыт. Что значит носить черный берет и где проверяется настоящая мужская дружба? В Бресте квалификационный экзамен прошли молодые сотрудники отряда особого назначения. Об этих и других событиях прямо сейчас. На текущей неделе, 7-8 июня, в Минске прошел третий форум регионов Беларуси и России. Активными участниками данного представительного собрания стали многие регионы Российской Федерации, в числе которых и Калининградская область. Уже 9 июня делегация правительства данного региона во главе с губернатором Николаем Цукановым посетила город Брест. В облисполкоме прошла встреча с руководителем края Анатолием Лисом. По итогам двусторонних переговоров было подписано соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах на ближайшие три года. С подробностями Лариса Осмолович. Соглашение о сотрудничестве двух регионов было подписано 12 лет назад. А в марте нынешнего года на площадке Российско-Белорусского совета в Светлогорске были проведены переговоры между делегациями. А потому данный визит россиян ответный и весьма оплодотворный. По итогам встречи в областном центре губернатор Калининградской области Николай Цуканов и председатель Брестского облсполкома Анатолий Лис подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах на 2016-18 годы. В приоритете торгово-экономический блок, в котором лидирует строительство. Специалисты белорусские, мы всегда знали, что они хорошие, качественно работают и сегодня они выполняют работу на стадионе. У нас в Калининграде пусть небольшой объем, но тем не менее работают достаточно хорошо, но нужно только начинать. Я думаю, что сейчас мы в ближайшем, ну в этом году разработаем закон о Калининградской области, есть такое поручение президента, и мы уберем то единственное препятствие, которое мешает нам увеличить товарооборот. Это НДС. НДС, почему белорусские компании могут напрямую поставлять продукты, потому что дорожают продукты за счет НДС. Если мы сможем убрать это препятствие, тогда напрямую и товары, и техника, и оборудование будут уйти, и они будут конкурировать с импортными. Торгово-экономические отношения, чем они будут наполнены, мы немножко касались Николаем Николаевичем, это с нашей стороны нас больше всего интересует. Это строительный комплекс, так как он у нас на сегодняшний день не загружен, значит, есть свободные мощности и строительных материалов, и непосредственно строителей, поэтому мы заинтересованы. Ну и традиционные поставки нашей продукции сельскохозяйственной на эти рынки. Там прописаны также культурные, деловые связи, значит, участие в выставках. Николай Николаевич внес предложение о том, что дополнить конкретно, разбить по объемам, это я также приветствую, значит, это будет сделано, и мы на контроль возьмем для того, чтобы от слов переходить к делам. Этот год, а если быть более точными, 4 месяца 2016-го позволяют говорить об улучшении торгово-экономических отношений между регионами. Товарооборот за это время составил 4 миллиона долларов США, рост по сравнению с 2015-м за аналогичный период 36%. Анатолий Лис выразил уверенность, что взаимное сотрудничество станет более продуктивным, и для этого имеются все возможности. Поддержав Брестского коллегу, Николай Цуканов добавил, что по сторонам стоит также обсудить вопрос обмена детскими делегациями, чтобы школьники могли приезжать на экскурсии. У нас есть очень хорошая программа, я вот сейчас только об этом подумал. Мы россияне, для жителей Калининградской области мы ежегодно отправляем детей на большую землю, что называется, показан в Москву, Санкт-Петербург, другие города. Да, я думаю, было бы справедливо, чтобы по этой программе и калининградцы могли приезжать сюда в Брест, и Брестская крепость, та история, благодаря которой и появилась Калининградская область. Мы часто говорим, что Калининградская область – это область, рожденная победой, и поэтому это будет справедливо, если белорусские дети и брестские дети могли приехать к нам в Калининград, может быть, на отдых. Все-таки не так, конечно, тепло, как в Сочи, но море тоже есть, и красиво, и хорошо, но калининградцы могли приехать сюда, ребята наши, посмотреть. Прекрасный город, прекрасная традиция и, самое главное, Брестская крепость. Первым местом, которое посетили представители делегации Калининградской области, стала именно Брестская крепость. Участники возложили венки к вечному огню и почтили память павших минутой молчания. В числе представителей Калининградской делегации, глава городского округа, город Калининград Александр Ярошук, который родился на Брестской земле, как и Николай Цуканов, планов на дальнейшее сотрудничество с Брестом немало, и это неудивительно. С 2009 года наши регионы – города побратимы. Мы очень плотно работаем с Брестским горосполкомом. Я вот благодарю Александра Степановича, Александра Сергеевича до этого, который был, с которым тоже очень дружеские отношения. Очень часто люблю приезжать сюда, нравится мне сам город, потому что я здесь вырос, на улице Наганово, где сейчас стоит гостиница Обкомовская, дом у нас там был. Вот, и люди очень хорошие, трудолюбивые, город чистый. Это всегда, как в Калининграде, вот сейчас любые россияне приезжают и говорят, тут какая чистота, потому что я вот это с детства все видел, смотрел, как все в Белоруссии чисто, красиво, подстрижено, покрашено. И стараюсь это делать вот в самом западном регионе нашей родины, Калининграде. Город Калининград – это один из самых наших эффективных партнеров. И здесь много слагаемых, включая географию, включая нашу совместную историю и включая нашу экономику. Поэтому, на самом деле, мы наращиваем оборот нашей взаимоторговли, а это рабочие места в городе, это загрузка предприятий. И я очень рад, что руководство города Калининграда, руководство Калининградской области идет на контакт и уверен, что наши горизонты сотрудничества будут только расширяться. Ну, а то, что руководят Калининградской областью выходцы из Брещины, этот шанс, который надо использовать, потому что через призму личного какого-то отношения к Брещине, возможно, и дальнейшая интенсификация наших отношений. Лариса Осмолович, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Выездное заседание 13-й сессии Брестского областного совета депутатов 27-го созыва состоялось накануне в городе Надбугом. В центре внимания депутатского корпуса обеспечения доступности и качества медицинской помощи, формирования культуры, здоровья населения. В рамках мероприятия его участники посетили ряд объектов здравоохранения Бреста и района. Подробности от Анастасии Стропко. Центральная тема повестки дня здравоохранения депутатским корпусом Брещины были обсуждены и приняты изменения и дополнения и в иных сферах жизнедеятельности. Однако самое пристальное внимание участники мероприятия уделили именно вопросам функционирования медицины. За последние годы сделано немало. Существенно укреплена материально-техническая база, практически укомплектован кадровый состав. Повышение уровня оказания помощи отмечают и пациенты, и специалисты. Но работа в этом направлении не остановлена. Только в областном центре Брещины в текущем году планируется ввести в эксплуатацию несколько крупных объектов. К концу августа будем вводить в эксплуатацию спальный корпус Тонуса медицинского центра. Там, где оказывается помощь деткам с детским церебральным параличием, заболеваниями неврологическими заболеваниями. Буквально там сейчас строительные работы закончат, поставим оборудование и где-то к концу августа этот объект будет вводиться. В этом году мы сдадим инфекционное отделение областной больницы. Там три корпуса, огромные такие корпуса, которые тоже мы планируем перевезти туда всю инфекцию, забрать тоже и деток туда перевезти и сделать в одном месте, которое будет соответствовать всем нормативам по площадям и комфорт, конечно, для пациентов будет очень-очень высокий. Кроме заседания в рабочем плане депутатов значилось посещение нескольких медицинских объектов в Бресте и района. Среди них первая городская детская поликлиника. Те, кто водил своих детей к докторам этого учреждения, еще пару лет назад подтвердят. Посещение врача подчас становилось целой историей. Корпуса и лаборатории были разбросаны по всему городу. Но уже два года юные брещания, закрепленные за данным лечебным учреждением, получают всю необходимую помощь в одном здании. К слову, комфортном и оборудованном в соответствии с требованиями времени. Это здание реконструировано под детскую первую поликлинику. Сегодня оно отвечает всем требованиям сегодняшнего дня и по санитарным нормам, и по набору площадей, и по медицинскому оборудованию, и, на мой взгляд, как главного врача, и по качеству оказываемой помощи. Тюхиническая врачебная амбулатория – второй объект в графике рабочей поездки. Была введена в строй в 2012 году. Медпомощь здесь получают жители шести населенных пунктов. Общая численность около четырех тысяч человек. Работают два врача общей практики, стоматолог и восемь специалистов из числа среднего медицинского персонала. Функционирует лаборатория и дневной стационар. Все это позволяет на современном уровне оказывать медицинскую помощь. Сама амбулатория состоит из множества функциональных кабинетов, которые работают по принципу врача общей практики. То есть они частично заменяют лоры, частично окулисты, частично даже гинеколога, ну педиатра само собой. То есть детей смотрят оба, владеют принципом диагностики лечения детского населения. И таким образом они взяли на себя часть функции узких специалистов, что позволило людям разгрузить нашу поликлинику наречиться. Потому что к узким специалистам не стало нужды по определенным заболеваниям уже ездить. В целом депутаты высоко оценили уровень системы здравоохранения области. Однако отметили, что еще есть моменты, на которые стоит обратить внимание. Это касается в частности оказания амбулаторно-поликлинической помощи населению. Нагрузка на поликлиники возрастает, особенно в городах. И этот вопрос необходимо решать, конечно, не одномоментно и учитывая финансовые возможности. Сделано очень много, как я уже сказал, по стационарной помощи, сделано много и по амбулаторно-поликлинической. Но сегодня самая большая проблема у нас, это, конечно, Московский район и Заречная часть. Вы видите, что там, в принципе, кроме третьей поликлиники, которая функцию взять на себя всю эту функцию, она не может практически все. Там нужно лечебное учреждение амбулаторного типа. Конечно, есть планы на это, но на сегодняшний день пока сложная экономическая ситуация. Ну, несмотря на это, все равно городские власти, власти области прорабатывают вопрос на будущее строительства там, конечно, такого амбулаторно-поликлинического комплекса. Анастасия Стропко, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Продолжаем выпуск. Меньше месяца осталось до того момента, когда в Беларуси завершится приватизационная кампания. Начало ей было положено еще в 90-е. Согласно данным статистики, более 60% жилых помещений выкуплены еще до 1999 года, когда приватизация производилась в ценах 91-го. Своеобразный подъем активности приватизационной кампании в последние годы был вызван подписанием указа президента номер 563 о некоторых вопросах правового регулирования жилищных отношений, который определил срок окончания приватизации 1 июля 2016 года. О том, какое количество квадратных метров уже перешло в собственность брещан, а также кто имеет право на льготы и помощь в реализации этой процедуры, ответы на эти и другие вопросы в сюжете Анастасии Ноздрин-Плотницкой. О том, что такое приватизация и почему так важно пройти эту процедуру как можно раньше, мы слышали уже не один год. Многие воспользовались своей возможностью больше 10 лет назад. И сегодня даже не задумываются о том, как, например, будут собирать необходимые документы и оплачивать немалую стоимость. Кто-то занялся вопросом позже, уже в 2000-х, когда появился слух о том, что в скором времени все неприватизированное жилье перейдет в государственный фонд. У меня квартира приватизирована. Мы сюда приехали из Минска в Брист. Ну, так сложились обстоятельства. Мы приватизировали. Мы приватизировали квартиру. Это было где-то, наверное, в 90-м году. И было одно окно того, что у нас не было никаких сложностей. Квартира мне осталась бесплатно. Я довольна, что я приватизирую. Сейчас ремонт делаю в квартире. Ну, вопрос решился нормально, без проблем. Там никаких заморочек не было. Все нормально. Люди относятся к этому хорошо. Все объяснили, все собрал документы. Вот и все. Согласно статье 29 Жилищного кодекса, человек, проживающий в неприватизированном государственном помещении, является всего лишь его нанимателем. И помимо ежемесячной квартплаты, обязан платить государству за пользование жильем. Во многом именно эта формулировка стала серьезной мотивацией для жителей областного центра в пользу приватизации своих квадратных метров. Конечно, сегодня такого ажиотажа, как 3, 4, 5 лет назад, уже не наблюдается. И за дверями отделов не выстраиваются многочасовые очереди. Однако регистрация документов продолжается. Учет этих квартир ведется именно по заключению договора купли-продажи, которые удостоверяются в соответствии с законодательством в нотариальной конторе. Таким образом, вот это количество, те квартиры, которые прошли решением, но не обратились еще для заключения договора купли-продажи, не включены. Из более чем 57 тысяч брестских квартир неприватизированными остаются порядка 4,5%. К слову, из этого количества отдельная часть просто не может быть передана в собственность. Изменение состава семьи, отсутствие документов всех прописанных на территории этой жилплощади, имеющих равные права на собственность, перепланировка без официальных разрешений. Все это может существенно затормозить процедуру приватизации и привести к не совсем приятным итогам. Однако, если таких нюансов в оформлении нет, тогда с подачей заявления надо поторопиться, предварительно изучив перечень необходимых бумаг и льгот, предоставляющихся отдельным категориям граждан. 142 статья жилищного кодекса предусмотрена безвозмездная с учетом жилищной квоты, правда, передача занимаемых жилых помещений категориям граждан. Это участники инвалиды войны, воины-интернационалисты, инвалиды с детства. Срок окончания процедуры приватизации – 1 июля 2016 года. Это значит, что до 30 июня все правильно оформленные документы будут приниматься согласно списку регистраций и очереди. Оплата стоимости приватизируемого жилого помещения может производиться полностью или частями. Причем во втором случае выплаты могут производиться в течение 40 лет. Главное условие – первый взнос должен составлять не менее 10% от остаточной стоимости приватизируемого жилого помещения. Решение об приватизации действительно в течение календарного года. И гражданин, то есть в течение календарного года, должен оплатить 10% от стоимости продажной квартиры участники приватизации. То есть все, кто участвует в приватизации, они солидарно оплачивают по соглашению эту стоимость. И каждый из них, вот 10% этой стоимости, которая причитается именно на его долю, должен внести в течение календарного года. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Дмитрий Хрущ, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. К другим темам. 1 июня в Беларуси завершилась регистрация на централизованное тестирование. Считанные дни отделяют нас от того момента, когда в стране будет дан старт вступительной кампании. Уже в понедельник, 13 июня, свой первый экзамен пройдут абитуриенты, выбравшие в качестве одного из предметов для поступления белорусский язык. Как сделать процедуру организации и проведение централизованного тестирования грамотной и системной, об этом шел предметный разговор во время заседания, которое состоялось в стенах Комитета государственного контроля. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, расскажет подробнее. Не за горами вступительная кампания в ВУЗы и один из самых волнительных для каждого абитуриента моментов. Прохождение централизованного тестирования. Сегодня перед представителями контролирующих ведомств стоит главная задача – организовать процесс юридически грамотно, учитывая опыт прошлых лет. В июне начинается один из важных этапов. Первый – это централизованное тестирование. Поэтому, конечно, важно организовать в пунктах тестирования, которые в Брестской области в этом году четыре, чтобы нормально прошло тестирование, организованно, без каких-то сбоев, чтобы абитуриенты, скажем так, и родители не волновались. Эти и многие другие вопросы стали темами открытого диалога. За круглым столом собрались представители контролирующих ведомств, сотрудники регионального центра тестирования и вузов области, правоохранители, медики – все те, кто будут пристально следить за механизмом проведения вступительных испытаний. Кстати, абитуриентов в этом году, согласно данным статистики, стало больше. Примерно где-то на 250 человек в этом году регистрацию прошло больше, нежели было в прошлом году. Тестирование начинается 13 июня и закончится 27 июня. Это тоже понедельник. Соответственно, там будет у нас семерная история и география в один день. То есть вместе эти два предмета будут в один день проходить. Регистрация на централизованное тестирование в этом году началась 2 мая. С первых дней в вузах было настоящее оживление. Прислушавшись к мнению опытных наставников, молодые люди не стали откладывать эту процедуру в долгий ящик. Каждому из них после подачи заявлений был выдан лицевой счет, по которому производилась оплата за прием и оформление документов. К слову, именно способ оплаты в этом году – одно из главных нововведений. В этом году по ЕРИПу все деньги оплачивались, соответственно, на счет Республиканского института контроля знаний. Им можно было платить через интернет, через мобильный помощник, через, соответственно, кассовые терминалы и так далее. То есть единственная, в общем-то, трудность, может быть, была в том, что надо было подойти к оператору, получить лицевой счет, только после этого произвести оплату. Те данные, которые вносились в общереспубликанскую базу, они появлялись, соответственно, в базе банка. И, в общем-то, деньги вносились на счет абитуриента. И абитуриент уже приходил с этим подтверждением, и ему выдавались пропуска. В целом, процедура прохождения централизованного тестирования в этом году осталась без изменений. Для обеспечения соблюдения механизма проведения вступительных испытаний были созданы специальные комиссии, в которые вошли сотрудники Комитета государственного контроля и Управления департамента финансовых расследований. Под пристальным вниманием абитуриенты будут во время сдачи экзаменов по всем 11 учебным предметам. Если возникнут какие-то вопросы, проблемы, в каждом пункте тестирования, в каждом учебном заведении, где будет проходить вступительное испытание, на стендах информационных размещена информация по горячим телефонным линиям. Эти линии есть и в Комитете государственного контроля, и в Бресте, в Барановичах, в Пинске. Также это резервный дежурный сотрудник Управления департамента финансовых расследований, который будет оперативно передавать информацию для решения любых вопросов. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Дмитрий Хрущ, Дмитрий Лазарчук, Телекомпания, Бухтово. Продолжаем разговор о важном, актуальном, интересном. В солнечную Турцию самолетом из Бреста. В аэропорту открылся сезон авиаперелетов в жаркие страны. Напомним, первый самолет с туристами на борту вылетел из нашего города в конце мая 2011 года. С тех пор практика прижилась. Турфирмы организовывают полеты каждый год, а чартерные рейсы выполняет национальная авиакомпания Белавиа. Наша съемочная группа отправилась в Брестский аэропорт пообщаться с пассажирами, а также узнать, куда еще можно улететь из областного центра. Подробности в сюжете Виктории Драгобецкой. В регистрационном зале аэропорта первые пассажиры, мамы с колясками, семьи с детьми, молодые пары. Кто-то волнуется перед полетом, кому-то не терпится оказаться на борту лайнера, а опытные пассажиры спокойно ожидают начала посадки. Буквально через час они сядут на борт самолета и через некоторое время окажутся в солнечной Турции. Среди пассажиров Наталья Елина. Едем с мужем и малышкой, она первый раз увидит море, улыбается молодая мама. Отличное настроение, первый раз из Бреста летим, очень удобно. Из дома вышли и уже на курорте. Так, Тихоляна, как вообще организация, вам нравится? Ну, пока да, да, улыбается персонал, на посадке улыбались. Да, нам желали счастливого пути, все объяснили, все хорошо. Прежде чем оказаться в воздушном транспорте, пассажиры рейса проходят тщательную проверку. Таможенный контроль, контроль безопасности, а также паспортный. Система четкая и отлаженная. За стойками проверяют документы сотрудники таможенных и пограничных служб. В багажном отделении сумки на наличие подозрительных веществ исследуют специально обученные собаки. После увиденного убеждаешься, система безопасности серьезная, пассажирам бояться нечего. И так на каждой посадке. К слову, сегодня из Бреста можно улететь в трех направлениях. Один регулярный рейс, который летает на Брест-Калининград, Сержи-200, самолет Белавиа. Он летает по понедельникам и четвергам, это регулярный рейс. И будет летать до сентября месяца. И второе направление – это Турция, Анталия. Это регулярный чартерный рейс, туристы летают. Раз в 10 дней у нас, в принципе, получается 11 рейсов на этой программе. Третье направление – это у нас на Болгарию, на Бургас, тоже регулярный чартерный рейс. Тоже он начался с 6 июня. Будет летать до сентября месяца, до 13 сентября. И тоже где-то в программе 10 рейсов таких чартеров. Сегодня пока рано говорить о статистике пассажиропотока. Однако на первых двух рейсах загруженность была ступроцентной. В Анталию летели 154 пассажира, в болгарский Бургас – 151. По словам Михаила Скоробко, у брещан есть заинтересованность в открытии чартерного рейса в Черногорию. Однако будет ли организован перелет в этом направлении, зависит от туристических фирм. Совсем скоро брестские пассажиры взойдут на трапп Боинга 730. Путь от Бреста до Солнечной Анталии занимает 2380 километров. Это расстояние равняется трем часам полета. Что ж, пожелаем им счастливого пути. Прежде чем самолет взлетит в небо, стюардессы проведут краткий инструктаж, а капитан воздушного судна расскажет о предстоящем путешествии. Следующий авиарест отправится в Солнечную Турцию 21 июня. Виктория Дрогобецкая, Дмитрий Хрущ, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Всем лежать работает ОМОН. Эти фразы нам знакомы благодаря многочисленным художественным фильмам и сериалам о деятельности сотрудников правоохранительных органов. Для глаз обывателя такая картинка на экране телевизора или мониторе всего лишь элемент действия, спецэффект, придуманный режиссером и сценаристом. Однако есть и те, для кого подобные операции – момент работы, которой они посвятили свою жизнь. Речь идет о сотрудниках отряда милиции особого назначения. Их редко можно увидеть дома в кругу семьи. Практически все свое время они посвящают работе, охраняя покой жителей Брещины. Накануне большой коллектив пополнился новыми представителями, которые успешно прошли аттестацию и сдали непростой экзамен, получив почетное право носить главный атрибут формы сотрудника ОМОНа – черный берет. Анастасия Ноздрин-Плотницкая расскажет подробнее. Комбинированный бег – одно из испытаний, входящее в комплексный норматив на скорость и выносливость. Кроме того, что будущий представитель отряда должен пробежать расстояние за определенный промежуток времени, на каждом из отрезков маршрута он выполняет дополнительный комплекс физических упражнений. И это лишь один из элементов большого квалификационного экзамена, который сдают юноши, поступая на службу в ОМОН. Не все сотрудники милиции могут по физическим, по личным качествам служить в спецподразделении. И не все сотрудники спецподразделений, в принципе, сдают на ношение черного берета. Поэтому, если так в общем выделить, ребята исключительно крепкие, подготовленные. Такие высокие требования продиктованы временем. Если сегодня, например, техника набивания ударов на скорость – это лишь тренировочные упражнения, то уже, возможно, завтра отработанная здесь точность и ловкость могут пригодиться этим молодым людям во время выполнения специального задания. Необходимость наличия таких подразделений, как ОМОН, для современного мира очевидна, особенно в контексте социальных и политических вызовов современности – терроризма, экстремизма, организованной преступности, молодежных агрессивных субкультур. Сотрудники ведомства всегда находятся в боевой готовности, уже множество раз в истории доказывая профессионализм, самоотверженность и работу на благо общества. Умение в экстренной ситуации мобилизоваться и принять важное решение для настоящих ОМОНовцев – не усилие, а привычка. Однако только те, кто посвятил этой работе всю свою жизнь, знают по-настоящему, что стоит за этими героическими задержаниями и постоянными выездами. Это не такая служба, как служба просто в органах внутренних дел. Она накладывает свой отпечаток, так скажем. Этот отпечаток заключается не только в каких-то, может быть, нагрузках, физических нагрузках или каких-то еще, но и опять-таки отпечаток в семье, в быту. Не так часто мы бывали дома, поэтому у меня выросли двое прекрасных взрослых уже дочери. И мне бы, конечно, может быть, сейчас, спустя 25 лет, как я пришел назад, хотелось бы, может быть, чтобы чуть-чуть отмотать это, чтобы я побольше побыл с ними. У нас был очень слаженный коллектив, как одна единая семья. И вот эта семья, она на протяжении вот этих лет всех, которые я служил в ОМОНе, более 20 лет, она вот до сих пор, вот я ее чувствую. То есть у меня была одна семья, которая на гражданке, вторая семья – это вот именно мой коллектив в ОМОНе был. И тогда я этот выбор сделал, и я думаю, что это был правильный выбор. Службе в ведомстве Игорь Зиновьев отдал больше 20 лет своей жизни. В отряд он пришел с момента появления в структуре Брестского УВД подразделения ОМОНа. За годы службы успел зарекомендовать себя как профессионал своего дела, воспитавший в большом коллективе достойную смену. Теперь настал их черед принимать в свои ряды новых правоохранителей. Кстати, из семи участников комплексного испытания на правоношение черного берета только четыре дошли до финала. В торжественной обстановке они дали клятву на верность Отечеству и выбранному делу. Символ чести отряда. Вот что значит черный берет. Для себя лично оставаться в числе коллектива отряда и продолжать службу только вместе с ними. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Дмитрий Хрущ, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Вы смотрели итоговую программу Букинформ. Это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале БукТВ работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67, делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу Букинформ в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте booktv.by. Познавательные, важные и актуальные темы, просмотр заинтересовавших вас сюжетов. Все это вы найдете на сайте телекомпании booktv.by, а также на нашем канале в YouTube. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Павел Белявский, с вами прощаюсь. Хороших вам выходных дней, с добрыми новостями и до встречи в эфире. 12 июня Брещина окажется под влиянием области повышенного атмосферного давления. В Бресте будет наблюдаться переменная облачность, северо-восточный умеренный ветер. День пройдет без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит 7-9 градусов со знаком «плюс». До 18 градусов прогреется воздух днем. В понедельник, 13 июня, ночью сохранится влияние области повышенного атмосферного давления. Днем ожидается поступление теплых и неустойчивых воздушных масс с территории Польши и Украины. Ветер переменных направлений умеренный. Потеплеет 8-10 градусов температура воздуха в ночные часы. До 21 градуса прогреется воздух днем.